Это начало церемонии награждения добровольцев, и вот все в таком даже самом моменте, барабанщик, духовой оркестр, в таком подъеме, ой, здорово было. Из 400 заявок, поданных на конкурс, в шорт-лист вошли только 150. Конкуренция была серьезная, но наши земляки не подкачали. На Сироссийский бал добровольцев в Иркутск Ирина Федорцова и Максим Ледяев представили социальный проект «Внимание, дети», уже хорошо известный и реализованный в нашем городе. В первую очередь, конечно, наш проект направлен на то, чтобы лишний раз напомнить жителям нашего города, что проблема социального сиротства, она рядом с нами, она есть, и действительно нужно ее заниматься, ее решать. И поэтому создание электронных паспортов воспитанников детских домов, которые мы разместили на сайте молодость.нет, и плюсом еще разместили информационные баннеры на милбордах города, тоже о том, что у нас очень много сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые находятся в детских домах нашего города, они ждут маму, они ждут папу, они ищут семью. А начиналось все около двух лет назад, когда у тогдашнего волонтера центра, студента горного техникума Максима Ледяева, родился вопрос, как сделать, чтобы о детях из детских домов знало как можно больше людей. У нас город 100 тысяч, а детских домов 3, это очень много для такого маленького города. Я в 2012 году себя попробовал в роли вожатого на социальной сезоне в Гальке. Я понял, что, скорее всего, увидел, что много количества хороших детей, умнички в детских домах, одинокие. И как-то, допустим, Вася какой-нибудь, Иванов, как его, чтобы узнали, увидели другие, допустим, семья. Первоначальная идея телепрограмма, рассказывающая о детях из детских домов, долго варилась в головах допровольцев и руководителей СЦМ. Детализировалась, оптимизировалась и в результате работы большого коллектива вылилась в проект «Внимание, дети!» с размещением электронных паспортов детей-сирот на сайте молодежного центра и другими акциями. В рамках проекта мы еще организовали акцию по распространению листовок информационных, что существует такой проект и чем мы занимаемся, чем мы можем помочь. Может быть, информационно как-то или еще каким-то другим способом, именно среди горожан Ленинского-Кузнецкого. А также наши добровольцы еще принимали участие совместно с психологами детского дома номер 3 в занятиях с таким кодовым названием «Мой дом». Любой волонтер, социальный работник или экономист с форумов и фестивалей различного уровня обязательно привозит идеи. О своих наметках Ирина пока не рассказывает. Говорит, доработать надо. Ощущение того, что мы стали лучшими на таком статусе всероссийский конкурс, что нас отметили, это уже большой плюс и это уже победа. Конечно, это стимул дальше работать и продолжать развиваться. Кто знает, возможно, на основании увиденного и услышанного в стенах центра молодежи родится новая рабочая идея, благодаря которой чья-то жизнь станет счастливей. Не сомневаемся, что очень скоро мы услышим об этом и обязательно расскажем вам.